как заявляет производитель не получится у тебя да не выебывайся черника достойная не спиздеть это немного под тухлый запах но очень прикольный какой-то гугу гондоненный здравствуйте дорогие читатели сегодня у нас в выпуске хороший гусь ладно ребят не суть короче название знаю уебская то есть но я долгое время думал что good гусь хороший гусь это какое-то уебское название но со временем я вроде good гусь там good гусь я как бы вижу да эту баночку постоянно у тебя перед глазами и такой да нормально это вполне нормальное название хороший гусь блять и логотипчик тоже прикольно хотя бы хоть что-то интересное и это ребятулечки не премиум блять это не премиум это акциз на табак и я взял пару баночек на hugo club шоу ребят мы с ними встретились и вот я собственно готов вам повещать о своем первом впечатлении потому что еще я его не курил я его специально не курил и на hugo club шоу его тоже не курил для чего для того чтобы не заполонять свой мозг какой-то лишней информации и выдать это все экспромтом а как есть да то есть пиздануть так как вот я чувствую это такие пиздану то есть а если я заранее прокуриваю табак о чем-то думаю да про этот продукт то какие-то моменты я думаю бляда не это слишком сложно это говорить не буду это очень жестко ребята могут обидеться и так далее а когда я просто беру снимаю не пробую я говорю как есть если хуйня этот год гусь то собственно пускай уебывает на юга да если норм то пускай остается кстати что касается югов а гуд гусь делается в ставрополе это ставропольский продукт и давайте собственно его пробовать так у меня есть две чашки в одной чашке у меня малина во второй черничный маффин и у меня есть другие вкусы это бергамот давайте кстати его понюхаем и посмотрим чем же этот бергамотик пахнет да потому что как бы бергамот это реально вкусно любителя если когда была нахла эрл грей то ее на моей памяти вообще почти никто не курил а вот когда она пропала все ебать да вот и видел тому пацана эрл грей в инстаграме он его сфоткал бля ты видел там а елкин нашел эрл грей блять да ебать да его это эрл грей никто не курил на моей памяти то есть блять один-два человека в месяц приходили просили этот ебучий эрл грей ну здесь бергамот знаете он здесь именно вот эта бергамотовая ягода вы знаете да как выглядит бергамот то есть я бы сказал бы даже что бергамот отдает афи хуйой причем очень нехило прям такие отголоски бергамот на бергамот забить попробовать но я думаю я бы не вытащил потому что я планирую после обзорчика какой-нибудь из этих кальянов посидеть покурить так идем дальше про малинку я расскажу отдельно про черничный маффин я расскажу отдельно потому что они у меня здесь забиты дюшес на самом деле с названием дюшес у меня есть негативные моменты это ручной табак и у них есть популярный вкус как дюшес поэтому любой дюшес для меня звучит как бы вот немного бля ибать ебаный дюшес так давайте понюхаем его ну он знаете вот знаете что охуенная по идее дюшес это груша а на моем опыте курения разных продуктов разных производителей почти у всех груша пахло ацетоном ну растворитель ацетон то есть аналогия этого запаха да то здесь а ацетоном не пахнет пахнет реально дюшесом когда вот только только открыл тетю грушу и вдыхаешь эти газики а дыня не любитель я вкуса дыни в любом ее исполнении вообще то есть для меня дыня ненавистный вкус наверное от того что связано это с альфакером ебучий твой рот альфакер блять а дыня банан дыня арбуз и вот вкус альфакеровской дыни меня всегда вызывал блевоту поэтому я ее не очень сильно люблю в любом ее исполнении на данный момент для на на бля колхозницей пахнет знаете когда ты и только поверхностно нюхаешь такая как будто немного под тухлый запах но очень прикольный и собственно все да да все собственно все все ладненько давайте я думаю наши чашечки прогрелись сегодня у нас греет наши чашки уголь манки родом он с владивостока с дальнего востока давайте пробуем это вроде у нас черничный крамбл ой черничный маффин ну крамбл хуямбл первая тяга была неожиданно потому что я переоценил немного себя скорее всего а вроде бы и нет давайте попробуем еще раз они ребятульки все окей перестаялся пока мы с вами пиздели о вкусах а он немного перестаялся так пока выводы не делаю но закрепляю да и собственно малина на данный момент на рынке именно сладкой ягодной малины очень мало вот прям очень мало обычно вся малина такая немного рогатливая да такая какая-то непонятно и поэтому многие сейчас и не курят малину потому что она не очень производитель получает перегрелся мать твою пиздец мне нравится что во время прогрева да вроде бы недолго прогрели его но вот этот никотиновый хлопок знаете вот не то что никотинового вот хлопок этот не очень мне понравился потому что это очень странно есть табаки когда ты греешь делаешь первую тягу ну вот этого хлопка нету как-то ну не знаю плохо нет может реально перегрел может надо было меньше угля ложить а на 3 грею вот сейчас нет хлопка все окей вообще прям нормально есть маленькие отголоски того что начинает перегреваться аромка знаете такой скребящий вкус но как черничный маффин скажу вам вкус немного слабоват в плане кондитерки то есть я думал это будет больше такой кондитерки вкус но он более такой черничный и это с одной стороны хорошо с другой стороны и плохо то есть человек покупая good гусь на полке черничный маффин он первую очередь мне кажется задумывается не ослове черничный а ослове маффин и надеяться на хорошую кондитерку но получает очень хорошую чернику причем ну реально черника достойная не спиздеть сейчас да так сейчас скажу вам о крепости малинка потерялась да то есть прошло немного времени на вкус малины затерял все в чем-то ягодномутном такое такой приторный вкус и каких-то ягод но как малина она затерялась больше похоже на забродившие ягоды так понятно что касается крепостей как заявляет производителя здесь получается 80 процентов вирджиния и 20 процентов берли это сложно ощутить так это или не так то есть практически невозможно но скажу так что по крепости вот средненькая то есть не навязчивая средненькая не сильно прям крепкая и не сильно легкая то есть такая серединочка назвать это комфортном назвать это комфортном сложно потому что есть какой-то вот этот удар знаете хлопок как сейчас принято в новостях говорить хлопок и он не очень приятен то есть если ты его куришь грубо говоря один дома и оставляешь его постоянно на две минутки одну минутку то твоя следующая тяга будет именно с вот этим хлопком знать таким ударом не сказать что он противно настолько нельзя но вот он не просто неприятен от нежданчик такой получается ты вроде думаешь сейчас хлопану к нихерово да так затянусь а а вот не получится у тебя да не выебывайся кальян ой да табак тебе говорит не выебывайся вот черничный маффин курица очень приятно прям реально приятненько хорошо достойненько прям по аромочке все окей черничка раскрывается прям очень очень прикольно и мне это прям нравится а что касается малины то скорее всего больше я ее курить не буду почему а потому что она реально отдает за бродившими ягодами и немного не очень приятно возможно это я накосячил вначале дав такой хороший тепловой удар и грубо говоря осадил аромку да а возможно малина так и есть то есть она такая есть не знаю а вот черничку я покурю с удовольствием так и я думаю сейчас можно будет потихонечку подводить маленькие итоги и хочу сказать о том что продукт из ставрополя и меня очень радует что он не сказание не с москвы не с набережных и что он не сказание не с москвы не санкт-петербурга и не из нижнего новгорода и том что в ставрополе реально могут творить хороший табак что касается дизайна очень круто но есть такая маленькая проблемка в названии гуд гусь да в том что я его постоянно хочу назвать грей гусь то и да это сеть ресторанчиков и вот здесь есть такая маленькая проблемка только с неймингом но по идее нейминг прикольный вот поначалу он какой-то угу гондоне на это назовем это так а потом ты такой привыкаешь гуд гусь гуд гусь прикольно г г г г г г г так далее давайте подведем такие маленькие итоги что касается технического момента курения табака то в целом в принципе норм то есть он не противный у него нет каких-то негативных ноток но вот этот удар вначале он немного отпугивает но тут также я не могу учесть тот факт что виноват в этом я сам но все равно же да то есть ли я виноват значит может и быть миллион других людей которые будут также в этом виноваты и после этого мнение о продукте сложится не совсем негативная да теперь что касается крепости то она средняя хорошая приятная его можно курить при этом ты не будешь просто подсасывать воздух ты будешь реально насыщаться а также что касается аромок то очень прикольно и как заявляет производитель здесь у нас 80 процентов вирджинии и 20 процентов бёрли проверить на ощупь как-то глазом это невозможно но поверим производителю также производитель уверяет о том что аромка здесь очень долго курица поэтому если вы меня увидите в следующий раз то спросите как покурился грей гусь потому что я планирую сейчас это черничный маффин еще немного по прокуривать посидеть до фильме шкунь врубить так далее так вот еще ребята попросили меня маленьком одолжение так сказать они сказали давай не знаем каким будет выпуск понравится те продукт либо ты его засрешь но скажи то что мы ищем дистрибьюторов по россии по странам снг чтобы они занимались нашим продуктом потому что мы считаем его продуктом который должен быть на полках кальянных в домах в магазинах и так далее поэтому ребятулечки это гуд гуси такой маленький обзорчик сожалению мы снимаем на кухне моя студия еще не готова я думаю скоро будет ой заебись поэтому всем пока пока это был до воды не болейте не чихайте не кашляйте пейте витаминчики кушайте фрукты и следите за своим иммунитетом